Я вот сейчас, как ты вчера сказал, дожив до возраста, когда никакие практики не нужны, когда все дается, и вот мне дается найти слова, представь, вернее, словами этот процесс экстремальности. Это когда вот что-то суетишься, там что-то, что-то все работаешь, работаешь на что-то, что-то там делаешь, а потом раз в один день все случается, но ты в этот день планировал там куда-то кому-то пойти помочь. Вот, это я чисто абстрактно рассказываю, ну, и опять же, сам это переживался, почему, не знаю, ну, никогда не думал о том, что вот так, оно как-то вот так все случается, да, а потом раз, и уже случилось. И как это можно выразить? Вот сейчас говорил минуту, да, и ни о чем получается, а смысл-то? Вот. День, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, без выходных работаешь. Десять, там у кого как, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, сто людей там, сто разных возможностей, 15, 15, 17, 18, кто-то больше, кто-то меньше, 19, 20, 21, кто-то по полгода, море может болтаться, работать на краболове. Кому-то и три дня без выходных много. 21, 22, 23, 24, 25. Ну, ты кому-то уже обещал в тот-то момент подойти, чтобы тебе помочь. И тут раз, в тот же самый день, когда ты обещал этому, и тут тебе еще подсоседили сети, и познакомился еще с этими, и ты еще получил денег полный карман, и идешь такой, тебе надо купить же то-то-то-то-то, ты хотел все это одновременно взять, а тут еще и дай-ка я ускорюсь, дай-ка я ускорюсь пивасико там, или отверточки там, или какой-нибудь еще хуйни там на меду там, или рябину на конике, еще какую-нибудь хрень, которая мозги помогает въебывать, чтобы они не думали. И такой, ва-ха-ха-ха-ха-ха, понеслось. У тебя движение вперед понарастающее. Ну, ты знаешь, что ты в нормальном состоянии, ты еще рябины на конике 0,25, и еще 0,25. А там еще до этого было 0,5, и того уже литр болтается в желудке, и так все хорошо, и мир улыбается, и деньги еще приятно такие греют. Ах, а мы же из тех, кому деньги жгут ляжку, и тут столько людей, которых я не встречал долго, и с каждым надо по сигаретке, и с каждым надо по сигаретке, и там, и там, и там, и сям, а потом раз глаза открываешь, и было хорошо, если маленько есть денег на похмелку, А если бывает чаще всего так, что где-то открылась все глаза, ну, хорошо, дома, если это здорово. Большинство дома откроют глаза, а кто-то и на газоне, кто-то под забором, а кто-то в чужой квартире. О, а как я сюда-то, да-да-да-да, а я же там, и там, и там. И получается, что везде все обманул, всех практически, кому обещал там чего, да, на работу. Работу просрал, потому что огромная голова, на работу надо уже идти, тебе же премировали, ты же должен завтра еще уйти, тебе денег дали больше, чем даже ты думал, ты такой довольный. Бывает меньше, но там уже другие заносы. Тут ты с радостью, с хорошего настроения. Ах, с устатку еще чаще. А там уже что там было, рябина на коньяке, после рябины там уже, может быть, и виски пролетел, и водка, и, возможно, с утра уже спиртом закончилось все, гидролизным любимым производителем. Вот. И самое главное, что той работы, которая, ради которой это все, это ты ходил там день, два, три, четыре, десять, двадцать, тридцать, сорок, ее уже и нету, потому что с любой ты не пришел, тебя и выгнали. Все, ну куда? Или пришел с перегаром таким, ооо, родной, тебе для этого денег и дали, чтобы проверить. А ты такой, ооо, ну да, я проверил себя. Ну все, да. Там обманул, тут обманул, здоровье обахнул. Деньги просохатил, ради которых, собственно, работал, тратил свое это время, чтобы их заработать, жизнь свою тратил. Может, даже травму какую-то себе там получил производственную за это время. Ну, всякое бывает. И все. Самое главное, казалось бы, работа. Самое главное, казалось бы, время, да, еще ценнее. Время это наша жизнь. Да. Или самое главное, то, что ты сам себя обманул в конечном итоге. Никого там, ни того, ни того, а обманул себя. Вот. Опять. И от этого дискомфорт снова. Можно его не ощущать, но этот дискомфорт, он присутствует. Куда его дели? Вот оно, пожалуйста. И там не обязательно, там вот это вот. В основном это самое быстрое средство. Это вот синька, конечно, да. Это вот алтегализация, она же повальна. Это происходит на вот именно вот этой волне. Ее называют синяя волна. И вот ты шел, шел там, работал, зарабатывал, чтобы сделать то-то-то-то-то. И у тебя раз в один момент дают бабки куча новых, куча знакомых, про которых забыл. И они тянут еще новых знакомых. И тебе надо еще туда-туда-туда. И хотя, и желая разорваться, водка тебе дает эти иллюзии. Ну, не водка там, пиво там, не важно. Синька вот это дает иллюзии. Что ты можешь одновременно везде быть. Можешь! А ты раз такой и проснулся где-то. А тут Будда проходит. А ты мне воды принес? А ты такой, опа! А я принес. Я принес, как барбос. Ну все. Приехали. Что это было? Понял. Когда понял, когда прошел, да. Уже бывает и здоровье ноль. Когда все понял. И уже знаешь. Ну, с другой стороны, если понял, это уже хорошо. Но чаще всего, когда понял, понял на секунду, на две. И пошло новое въебывание для своего головного мозга. Вбахивание просто его. Куда-то непонятно. А еще чаще. Просто такое. Разбить его в дребезги. Разбить в дребезги. Об идеально. Красивый такой хрустальный пол. Чтобы все-все-все вместе с полом, вместе с мозгами. Все ушло в тартарары, да. И все. Вселенная уйдет вместе с тем, кто это сделал. Собственно говоря. Ну и вот оно, внимание это. Внимание. Вот это приходит. На нем сумел зацепиться. Слово такое, да. Заакцентироваться. Потом, нужно ли это внимание. А что это было вообще. А можно ли было раньше этого избежать. Ну, если бы у бабушки был половой орган. Называемый. На три буквы, да. Часто. А вообще половой член. Она была бы. Дедушкой. Если бы у бабушки. У дедушки была бы. Вагина. Бабушки. Это был бы пиздатый дед. Да. Ну. Ну, а если бы у вас было понимание. Вот этому всему, что происходит. Ну. Наверное. Наверное, тогда. Вы стали бы все богами. Ну. А так как этого не происходит. В меру того, что мы понимаем. А чего не понимаем. А что нам мешает, собственно. Здесь и сейчас осознать себя богами. И, собственно. Не вести себя, как боги. Не надо там. Я бог. Мне все можно. Все дозволено. Да нет. Просто жить богом. Был у меня приятель. Когда кругом ряженые, бегали вот эти казаки. Мы казаки. Он, потомственный казак, понял, что в этой массе просто его, вот эту казаку, вот эту его исконность, они просто ее утопят. Просто утопят. Что они, собственно, и делали. Пользовались. Прочее. Там оседла в совесть. Ехали на его вот, на вот этой его человечности. Казалось бы, человечность. Но у него своя человечность такая, да. Ну. Зла откровенного он не делал никому. Но дело не в этом. И вот, когда они все, мы казаки, мы казаки, а он сказал, хочешь быть казаком, живи как казак. Ну, а что сказать? Хочешь отрешиться всего вот от этого? Хочешь, чтобы постоянно было хорошо, здорово? Ну. Чтобы чувствовать себя замечательно? Ну. Для этого надо стать богом. Хочешь стать богом? Ну, будь богом. Живи как бог. Но это уже совсем, совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok